Начнём наш четвёртый урок, и за ним сразу же третий семинар. Тема урока. Наша ответственность перед человечеством. В принципе, мы ответственны не перед человечеством. Так поставлена задача. Мы с вами изучаем три состояния. Первое, в котором мы находимся в мире бесконечности. Второе состояние, в котором мы находимся разделёнными в нашем мире. И третье состояние, когда мы снова поднимаемся в тот же мир бесконечности, но в исправленном виде, которое называется гомартикун. Это третье состояние, оно является целью. Исходя уже заранее из первого состояния. То есть наше второе состояние, оно является всего лишь промежуточным. Оно не учитывается практически. Самое главное, достигаем ли мы третьего состояния нашими действиями или нет. То есть программа творения, она включает переход из первого состояния в третье. А второе состояние, оно только для того, чтобы реализовать эту программу. Поэтому все наши действия, они должны быть направлены на реализацию программы. А реализация программы, это когда мы полностью все связаны вместе, все-все, всё человечество в одну единую систему, называемую душа. Вот все желания всех людей, которые одновременно включают в себя и неживую, и растительную, и животную природу, все абсолютно желания, когда они соединяются правильно между собой вместе, в поддержку друг друга, во взаимную, которая называется арвуд. Такая система называется душа. Или клей. Ну и её, естественно, заполняет свет. Вот к этому состоянию мы должны стремиться. Причём, если наши действия во втором состоянии не преследуют приход к третьему состоянию, то эти действия считаются вредными. И они получают отрицательный результат. Поэтому мы всегда должны, как сказано, Исраэль урай такучебриху. Мы должны всегда направлены быть, исходя из нашего действия, через всё человечество на Творца. Ни более, ни менее. Это необходимые условия. Чтобы каждое наше действие, оно имело своей конечной целью реализацию вот этого третьего состояния. Исходя из этого, мы должны понимать, что мы ответственны за исправление групп, затем Европы, затем мира. Мы ответственны. Все. Не только вы одни. Та же ответственность лежит абсолютно на всех группах. Так что это нам надо просто принять во внимание. Если мы таким образом не настраиваемся на самый конец, которого мы должны достичь, на результат конечный, то тогда мы никак вообще не воздействуем на окружающий мир положительно, а только лишь отрицательно. То есть всё наше действие тогда, оно должно обернуться против нас, чтобы мы из него поняли, как делать правильно и произвести работу над ошибками. И поэтому наш мир, к сожалению, так страдает и постоянно ошибается, и постоянно корректирует себя и снова ошибается. Но сейчас, когда мы получили раскрытие методики исправления, то всё зависит уже от нас. Значит, первое, то, что мы должны, это почувствовать необходимость, ответственность за исправление мира. Каждый из нас. Это предлагается в заповеди, которая называется «От меня зависит весь мир. Я ответственный за весь мир». Так должен чувствовать себя человек, если он желает стать активным, активной частью творения и в соответствии с этим ощутить Творца. Он должен перенять от него методику, технику, программу. Всё. И в этом активно участвовать. Тогда он становится элементом этой бесконечной вечной системы и поднимается выше уровня этой жизни. Так вот, мы обязаны хорошо об этом подумать. Если мы заканчиваем наше действие на середине где-то, не думаем о том, каким образом мы будем влиять на группы, а затем на Европу, а затем на мир, то наше действие не будет иметь положительного результата. Задают многие вопрос, почему не получается у нас ничего, так давно мы уже стараемся, стараемся не полностью, стараемся неверно, делаем ошибки, нас корректируют, а нам кажется, что это всё неудачно. Это не то, что неудачно, это так учатся люди. Но вот сегодня мы уже пришли к состоянию на этом нашем конгрессе, когда я выкладываю вам всё, не стесняясь, объясняю полностью всю методику. Мы с вами говорили о самом человеке, о его включении в группу, о том, как он должен воспринимать помехи, что это не помехи, а наоборот, это предложение Творца соединиться с Ним, что он должен не просто обращаться к себе или к товарищам, он должен между собой и товарищами поставить Творца и просить Его, чтобы он создал систему связи между всеми. Проблемы в группе просите Творца, проблемы в вас самих просите Творца, вы должны постоянно обращаться к Нему, требовать от Него, чтобы Он своим высшим светом всё исправлял. ни в коем случае не действовать против эгоизма, не надо, это вся наша природа, это то, что пытаются сделать во всех остальных техниках, неверно, не убивать эгоизм, подниматься над ним. Эгоизм создал Творец. Так и сказано, Баратия Цара, я создал злое начало и создал свет для его исправления. Поэтому нам нужен свет. После того, как злое начало в нас проявляется, только света нам не хватает. И не пытаться между собой решать какие-то вопросы. Творец встревает между нами, делает между нами всякие проблемы, а мы вместо того, чтобы притянуть его, начинаем между собой, как мальчишки, выяснять отношения, как дети. Это мы с вами разобрали, разобрали, насколько мы связаны в одно единое целое, в группу. Вы по чертежам можете посмотреть, по рисункам, что мы с вами прошли, все эти этапы. Потом сможете достать это из архива, еще раз прочесть. Вы сможете писать мне на блог, и я буду вам там отвечать. А сегодня мы с вами разбираем эту роль ответственности, но и баруха мирового перед всем миром, перед Ахапом. мы с вами это изучали в статье «Арвуд», поручительство, и я еще раз предлагаю вам ее пройти. Мы ее будем проходить снова в ближайшее время. И каждый человек, как сказано, должен себя ощущать, что он находится в точке опоры, как Архимед. Перевернуть землю. Он может перевернуть землю. Как называется, изменить себя и весь мир с точки отрицательной на точку положительную. Это зависит от каждого из нас, как он думает включать себя во всех остальных. Не о себе думает, а о его включении в общую систему. Далее. Для того, чтобы нам реализовать это третье состояние, которое мы видим здесь на картинке, для этого надо, кроме этого, распространять методику исправления. Она, конечно, не та, которую мы изучаем с вами, между нами. Потому что все преподносится к людям согласно их желанию, согласно их возможностям. И поэтому, как сказано, ло самим лихшолев неевер, то есть не кладут препятствия перед слепым. То есть можно, нам надо всегда думать о том, как у кого-то очень сильно наушники работают. Или всуньте оба наушника в ухо, а не один снаружи. очень сильно. Я прямо здесь слышу, там говорят. Так вот, нам надо распространять методику исправления в том виде, в котором ее желают люди слышать. А поскольку сегодня все находятся в кризисе, то нам надо эту методику распространять как средство выхода из кризиса. На самом деле это так. Мы никого не обманываем. Мы просто им рассказываем половина, а не все. Потому что согласно их желанию естественно от кризиса избавимся. Никакой проблемы в этом нет, в этом кризисе. Творец специально нам его преподносит для того, чтобы мы почувствовали, что мы сами ничего не умеем и ничего не можем. И вот это действительно и получается. Мы сегодня это видим. Как наконец-то все эти великие деятели всякие оказываются как маленькие дети беспомощные перед кризисом. В принципе это естественно, потому что у человека на самом деле перед этой проблемой нет никакого решения. Потому что то, что сейчас проявляется в нашем мире, проявляется его третье состояние. Мы приближаемся к третьему состоянию. Оно как бы идет на нас или мы идем к нему. И вот это вот его приближение мы ощущаем как кризис. Кризис семьи, кризис воспитания детей, кризис науки, культуры, экономики, финансов. Во всем чем занимается человек происходит кризис. Почему? Потому что приближается как бы оседает на нас интегральная система взаимодействия. А мы ей не соответствуем. Мы индивидуалисты. и получается как две системы одна накладывается на другую, а они не вкладываются друг в другу. Они не сопрягаются. И вот это ощущение кризиса. Что значит кризис? Я допустим с кем-то не нахожу общий язык. Я говорю так-то надо, так-то и все так. А он говорит все по-другому. Мы в кризисе. Не в соответствии, не в связи. Вот это то, что происходит с нашим миром. Значит нам надо это объяснять. Только не так, что третья ступень приходит к нам, а то, что мир становится, в мире проявляется интегральная природа. Эта интегральная природа требует от нас быть интегральными, взаимосвязанными, в правильной взаимосвязи между собой. Если мы поймем, что это значит, тогда нам будет хорошо. Тогда мы не будем ощущать кризиса. Мы природу изменить не можем. Мы никуда не сможем деться от нее. Мы не можем ждать, пока кризис пройдет. Он не пройдет. Он будет только усиливаться и приобретать всевозможные новые формы. И еще миллионы людей станут безработными. И еще многие проблемы будут в мире, включая инфекционные проблемы, всевозможные экологические и так далее. все будет, если мы не будем соответствовать природе. Потому что к нам приближается единая интегральная природа. И она, когда опускается как бы на нас, проявляется снизу, со всех сторон ее интегральное взаимодействие, гармония. А мы не гармоничны. Мы индивидуалисты, протекционисты. И поэтому будем чувствовать себя все хуже и хуже. Надо это людям объяснять. Писать статьи, клипы, там делать что-то, заметки какие-то. Надо организованно это, правда, все делать. Но, в принципе, вот это является нашей задачей. Активное распространение интегрального образования в Европе. Направление распространения это на правительство, на интернет, на ученых. И каждый должен, кроме того, овладеть профессией воспитателя. Вы, каждый из вас, должен быть учителем, преподавателем, воспитателем. Каждый. Вы не представляете, насколько в вас будут нуждаться люди. В течение короткого времени они обнаружат это. Если бы в Израиле, у нас на сегодня, мы готовим преподавателей, преподаватели, но если бы у нас уже были сегодня готовые преподаватели, больше, чем то, что есть, мы бы всех обеспечили работой. Всех. Потому что предприятия, школы готовы брать этих людей, чтобы они организовывали у них курсы. так что надо к этому стремиться. Вы должны, даже если вы не хотите, не желаете, все равно вы должны овладеть этой специальностью. Она вас самих сорганизует, она даст вам правильные знания. Вы должны видеть Европу в третьем состоянии. интегральной, объединенной, соединенной выше границ. Все группы вместе должны организовать одну группу, и это будет прообраз будущей Европы. Европа без границ. На самом деле, когда между людьми перестанут исчезать все, что их разделяет, к этому все равно мы придем, только желательно добрым и коротким путем. Это надо объяснять. Это то, что было как упущение в начале объединения европейского. Начали объединяться, объединять систему финансов, экономики, а не подумали о людях, а люди не объединены. И вот вошло в противоречие. Внутреннее разъединение, отдаление, ненависть, противоречие, старые, веками, которые существуют. Вроде бы экономические связи, финансовые связи, торговые связи пытались сделать как один общий рынок. И получилась накладка. Потому как вначале надо было провести хорошее интегральное воспитание. И после этого уже думать о чем-то. Если бы они это прошли, они бы подумали о том, как создать особое интегральное правительство со всеми общими внутренними ресурсами, со всеми проблемами, со всеми выводами, тогда была бы действительно Европа объединенной. А так получилось что-то непонятное. Как из заплаток делают такое лоскутное одеяло, сшивают из кусочков. Ну, вот так оно и получилось. Мы можем на это подействовать. Наше объединение это результат нашей совместной работы по распространению его интегрального образования. Потому что именно когда мы распространяем, тогда мы объединяемся. Тогда у нас есть нечто общее. Это как в семье. Когда живут люди и у них нет детей, то они чувствуют себя свободными друг от друга. Ну, есть общая семья, есть общий дом, общее хозяйство, но нет того, что их объединяет. Только когда появляется ребенок, начинается настоящее объединение между людьми. Так и здесь. Как только у вас появится этот ваш baby, то есть интегральное распространение, распространение интегрального воспитания, сразу же вы начнете чувствовать, что вам надо объединяться, вам надо учиться друг у друга, узнавать, в чем они работают, в чем нет, как они преуспели, и так далее. Вам это будет нужно, необходимо, вы будете переводить друг у друга материалы, спрашивать, и так далее. То есть должна быть серьезная такая команда штаб, штаб по интегральному воспитанию. Пытаться сделать все так, как будто нет языков, нет проблем, нет расстояний, нет ничего. Есть одна команда, одно место виртуальное, в котором вы находитесь, из которого вы решаете, что делать во всех странах. И помогаете этой стране, этой, делаете какое-то совместное действие в интернете, запускаете какую-то программу распространения и так далее. Ну вот, пожалуй, а потом уже из Европы и к народам мира. То, что мы с вами говорили, но будем еще говорить на следующих наших конгрессах. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Нам надо это все организовать до нашего отъезда. Я очень прошу поставить меня в известность. Я готов в этом участвовать лично, вместе с вами в вашей этой организации, в этой европейской смешанной группе, которая будет заниматься распространением. Вопросы? Раф, вы сейчас очень много обоих интегральной деятельности говорили. Мы организируем в Европе отдельное team, чтобы эту интегральную деятельность преодолеть. группу. Раф, мы много рассказывали про интегральное воспитание, и мы очень много делаем по этой теме в Европе. Мы пытаемся организовать сейчас группу. Какая роль имеет степь каббала, особенно каббала- леонцентрум или онлайн-центрум, который мы имеем в этом смысле? Стоит ли unseren фокус на каббала или только в интегральную деятельность ? фокус как нам стоит идеальным образом разделить этот фокус? Я не знаю, насколько будет много людей интересоваться чистой каббалой. Мы в Израиле очень мало сейчас этому уделяем внимания, потому что это требует мир. Мир требует распространения интегрального знания, интегрального объединения. И поэтому мы этим занимаемся. То есть основной удар идет на распространение методики интегрального объединения, воспитания, образования. И только очень маленький процент, где-то 10% может быть, если вообще есть, мы отдаем распространению каббалы. Но дело в том, что нас и так знают в Израиле. У нас два канала, два телеканала, выпускаем все-таки очень много книг, огромная масса материала в интернете. Так что нам только надо поддерживать это на маленьком огне, что называется. И те люди, которые хотят изучать каббалу, они нас найдут. А в общем все остальное мы вкладываем в методику интегрального воспитания. Прошу. Ну. Прошу быстро. Allora, sono Grazia Bolognese e vengo dall'Italia, dal sud d'Italia. Buonasera Rava, buonasera a tutti и друзья. У меня вопрос и маленький message для всех людей в мире. В мире этом вопрос это В В В В В В мы опытом работаем как один группы даже исключительно близко между нами. Как можно реализовать это в Европе? У структура фабрика позволяет быть только группы как можно реализовать что так в Европе как только сердце с Добрый вечер, Раф. Грация. Болонезия из Италии спрашивает, как можно реализовать эту программу, допустим, в Италии, когда мы живем все достаточно далеко друг от друга? Это первый вопрос. Значит, по крайней мере, виртуально в интернете надо распространять эту методику так, чтобы, по крайней мере, ее видели, что она существует. Включаться в другие форумы, всевозможные обсуждения, писать блоги. Короче говоря, делать так, чтобы это стало достоянием широких масс через интернет. Далее. Очень много сегодня материалов по проблемам кризиса. Значит, к каждому этому материалу вы можете писать свой отклик, свой отзыв, каким образом вы считаете, что надо решить эту проблему. И она, в общем-то, всегда в итоге сводится к тому, что надо не мир исправлять, и не экономику, и не финансы, а человека. А исправление человека, оно в том, чтобы сделать его в связи с остальными людьми. Только сделать человечество интегральным. Ну, не человечество, хотя бы ту же Италию. И тогда даже отдельные области, даже отдельные части какие-то. И сразу же в этих местах будет ощущаться облегчение от кризиса. У нас очень много есть материалов на эту тему. Можно брать, переводить и распространять. Начинать с этого. Вы будете постоянно изучать эти материалы в процессе этой работы. И подготовитесь таким образом к тому, чтобы выходить на люди. Вы начнете уже завязывать контакты, может быть, с теми людьми, учеными, социологами, которые говорят о такой же, о этой проблеме и подобно вам решении. Вы сможете выходить к ним на связь. И так далее. Вот Москва этим занимается очень успешно. Можете поговорить с ними. Они вам подскажут, как это делается. Можно взять у них материалы, адаптировать их к итальянскому состоянию. Я буду вернуться к моим глазам, для того, чтобы вы могли увидеть, чтобы вы могли видеть с одной женщиной. Когда женщины, когда женщины, когда женщины, вы вместе вам видите, вы можете вым pure anderer людей, у них более 10 человек, который вым. Когда женщины, который Существует только одна душа, не мужская и не женская. А, кто-то должен перевести на русский язык, да? Можно я скажу? Я просто знаю, этот текст на итальянском. Смысл тот, что в глазах женщин, мужчин, когда они объединяются, вызывают такой трепет, что ничто с этим не сравнится. И вот мы очень ждем этого. В общем. Вы этого не ждите. Вы должны действовать. Иначе этого не будет. Вы должны давить на мужчин, вы должны им помогать. Вот как жена дома действует, так вы должны действовать в группе. И так вся женская мировая группа, часть ее женская, должна действовать на мужскую. А в принципе душа, она состоит из двух этих частей и творится между ними. Вот это все вместе и называется душа. Так что надеяться только на мужчин невозможно. Одни мужчины никогда бы не выстроили бы мир. Они не могут ни рожать, ни воспитывать детей, ни делать ничего по хозяйству. Сами знаете, что мужчины, они не такие. Так что им необходима поддержка, помощь, направление, давление. То, что делает жена по дому и на муж. Кстати говоря, все настоящее кли – это женское, а не мужское. Мужчины действительно привлекают свет, но на женские желания, на женские стремления. Так что правильное сопоставление мужской и женской части, оно необходимо. Но не ждать. Наоборот, если вы не будете вызывать в мужчинах острую потребность привлечь свет, то они этого не сделают. Так мы устроены. Прошу. Раф, написано, что тот, кто прилеплен, он не испытывает неудач, и он стоит над всеми неудачами и над всеми проблемами. Також, кто там, он интересен. Мне цифру Ceccherin содержит внимание. Поецouxe от этого неzan. И теперь мой вопрос состоит в том, как повысить, как сделать это желание больше прилепиться к Творцу, чтобы превозмочь и стоять над всеми, над всем тем, что исходит от Творца, то, что мы ощущаем от Творца. Мы это изучали с вами сегодня. Один человек не в состоянии ничего сделать, потому что Творец задает проблему нам, нам кажется, что это наша личная проблема. Ни у одного из нас нет личной проблемы, ни у одного. Потому что Кли разбилось, когда оно было общее в мире Никудим. Или душа Адама, которая была в мире Ацелу, тоже самое разбилось. И все проблемы – это демонстрация разбиения от этого общего состояния правильного. Поэтому я не могу сказать, что я неисправный. Нет такого человека, который был бы неисправным. Нет, неисправный я по своему отношению к этому общему состоянию. А не я один сам по себе. Разбиение произошло между частицами, между частями. А не в каждом из нас. Поэтому нам надо исправить соединение между нами. Это очень важно. Ни в коем случае не забывать. И пытаться все время настоятельно это видеть. И потом вдруг увидите, что все складывается, мозаика складывается вместе. Лего получается такое совместное, прекрасное. И проявляется в этом сочетании высший мир. И этот вероятно, что мы усилим, 673, которое мы, в Единоке, используем этот путь. Как можно это увеличить? А как полагаться на Творца, что он использует себя как своего раба? Как быть с этой игрой? Я не понимаю вопроса. Мы все, по-моему, прошли. Речь идет о том, что когда мы все вместе соединены, то свет проходит через нас к 99%. И в таком случае мне или нам нужно больше прилипеться к Творцу, чтобы иметь эту возможность больше проводить света. Конечно. Но так мир будет требовать все больше и больше. Он пребывает и сейчас в состоянии таком вот критическом. И если мы будем воспринимать его состояние как призыв к нам, как дети кричат, они не кричат тебе, что им что-то надо четкое, определенное. А вот младенец кричит, ему плохо, что-то он хочет. А родители догадываются, что он хочет. Так и мы. Мир кричит, ему плохо. А мы должны догадаться, что ему надо. Ему необходимо объединение. Поэтому мы так должны действовать. Раф, у меня вопрос такой. Прежде я хотел бы, мне как раз после обеда звонил наш товарищ Артур Пелосян, попросил, чтобы я купил 10 книг и раздал группам, чтобы они подписали у вас, чтобы это был подарок библиотеку группам. Поэтому, если кто-то присоединится, пожалуйста, мы будем очень только рады. Это относительный крик, это подарок из Сочи. А вопрос у меня такой. На стыке эпох, и сегодня мы видим, как меняется эпоха, мы видим, как появлялись те или иные линейдарные личности. Их было четыре. Впоследствии один создать сечение иудаизма, другой христианство, буддизм, если по порядку идти, буддизм, христианство и ислама. Такой некий четырехугольник. И сегодня вы как бы замыкаете, не отрезая углы, не ломая ничего, а поверх создаете некую окружность, замыкаете эту структуру. У меня вопрос, почему сразу нельзя было создать систему единственности, систему единого сообщества, то есть еще на том этапе эволюции, развития, исторического периода. Это первый вопрос. И второй вопрос, поскольку мы уже оказались в такой исторической ситуации, как нам ускорить этот процесс, чтобы он проходил быстро и менее болезненно. Спасибо. Спасибо. Программа творения в том, чтобы из первой части перейти в третью часть. Вот как на рисунке. Реализуется она постепенно. Ничего в нашем мире случайного нет. И все заранее можно предсказать и определить до, до, к сожалению или к счастью, неважно, но до нашего времени. До нашего времени. Вот наше время, оно особенное. Мы находимся вот здесь, вот с вами, на последнем этапе пути. Вот это вот. И начиная с этого момента и далее, только нашей свободой воли мы можем пройти этот этап. Только нашей свободой воли. Предыдущие этапы мы прошли как неживая, растительная и животные части природы, неосознанно, автоматической. А вот эту часть мы должны пройти сознательно, разумом. Автоматически, когда люди проходят этапы развития, они должны все равно объединяться в какие-то части. И поэтому из Вавилона постепенно мы видим, как они начали развиваться. Сказано еще и в Большом Комментарии, и в Осипа Флавия, и в Торе, сказано, что Авраам, он является основоположником всех этих ветвей. И он передал эти основы разным людям. Существует четыре типа людей, четыре типа методик. Эта методика одна, которую он преподавал сам. Это каббала. Затем она опустилась до уровня иудаизма сегодняшнего. Затем, впоследствии, это восточные религии. Ислам, мусульман, христианство и ислам. Четыре религии. Все они необходимы для того, чтобы человечество прошло эти четыре этапа неживой растительной животной. И добралось до самого последнего состояния. Поскольку все в природе, как мы с вами изучаем, состоит из четырех частей, в соответствии с четырьмя стадиями нисхождения высшего света, еще в мире бесконечности, то и мы по своему характеру делимся сангвиник, мелохолик, холерик, флегматик, знаете, и так далее. И вся природа делится на четыре части, в соответствии с четырехступенчатым этим развитием кли в мире бесконечности. Поэтому эти четыре основные стадии мы проходим и четыре религии, которые необходимы для неосознанного движения людей вперед. Без них человечество не смогло бы подойти к сегодняшнему уровню развития. Оно не было бы подготовлено к этому. И каждая цивилизация, каждая религия, она по-своему подготавливает своих адептов, тех, кто находится в ее рамках, к, на самом деле, к принятию вот этого вот единого условия, полного объединения. Все религии говорят «возлюби ближнего, как себя», но все это трактуется на таком эгоистическом уровне, замкнутом в себе. И иудаизм, и христианство, и мусульманство, и восточные религии. Так что все они эгоистические. А каббала, она как бы сверху кладется на них, поэтому ее и преподавал Авраам, который заложил основу всех этих религий, но поэтому они называются авраамические. А он сам преподавал каббалу, потому что она не имеет отношения вообще ни к проблемам между людьми, ни к вере, ни к каким-то правилам в нашем мире, ни к каким-то условностям, ни к выполнению каких-то процедур и так далее. То есть здесь имеет значение только сердце человека, как он его направляет на отношение к другим. То есть желание. Здесь мы имеем дело не с телом, как все религии остальные говорят, что ты должен делать, какие действия руками, ногами, языком и так далее. А здесь имеется в виду желание. Желание является основой мироздания. Единственное, что сотворено, это желание. Поэтому каббала, она не имеет вообще никакого отношения к нашему миру. Она начинается от нашего мира и выше. А все религии, они говорят о том, что должен делать человек в нашем мире. Дальше. Здравствуйте, Раф. Меня зовут Лаура. Я из Франции. Современный период очень тяжелый. Мы чувствуем вот это вот давление, которое оказывается на нас. Он создается очень требовательным к нам. Каким образом здесь, в Европе, нам подняться над всеми нашими страхами и правильно ответить, отреагировать на то, что хочет от нас Творец? В первую очередь, это наше объединение. Даже если не будем, то методика интегрального, то наше объединение, оно все равно подействует на мир. Оно распространится вот так вот под землей. Оно подействует на всех. Все начнут говорить об этом. Все начнут думать и понимать. Потому что мы все связаны все равно в мире между собой. Это известно по исследованиям. И мы сами это уже чувствуем. То, что думается в одной стороне мира, начинает думать и в другой и так далее. То есть, эта связь между нами, она уже проявляется во всем. Поэтому то, что нам необходимо, это в первую очередь нам объединиться. Тем более, если мы начнем объединяться над всеми границами Европы. Что за крики там? И как только мы это начнем делать, мы почувствуем, что совершенно есть другие отношения между странами, между людьми, средствами массовой информации. Все начинают говорить немножко по-другому, более мягко, взаимности, с пониманием того, что нет иного выхода, надо распространять отношения другие друг к другу. Это то, что спрашивал Елизаров. Так что, к этому нам надо идти. В первую очередь, наше объединение. И затем, исходя из нашего объединения, уже распространение самой методики. Это все несложно. Вы не представляете, насколько это быстро делается. Надо просто взяться и правильно. Вот самое главное в кабале, вы можете вкладывать огромное количество усилий, годы труда, будете из себя выжимать все. И не в правильном направлении, немножко в сторону, и ничего не получится. Вы помните, в шамате, как нарисовано у Баля Сулама, он пишет «человек», который называется Исраэль, то есть прямо к Творцу. Так? Тортура, то есть та система, которая объединяет, потому что вся тура, в чем заключается? Ну? Кричите. Возлюби ближнего, как себя. Что ты там бормочишь? То есть любовь. Все. И, значит, прямо к Творцу, если ты направляешься через любовь, через связь между собой, то ты достаешь до Творца. Это то, что он пишет. А если ты немножко искривляешься с этого пути, то ты уходишь в сторону. И это угловое расстояние может быть очень маленьким. может быть погрешность минимальная, но когда ты идешь дальше и дальше вперед, она нарастает. Вот поэтому надо нельзя ошибаться и все время себя корректировать еще немножко, еще немножко, еще немножко, как любая следящая система. Вот на это надо обращать внимание, и тогда будет совершенно не сложно, очень быстро вы будете чувствовать, буквально мгновенно вы будете чувствовать правильную реакцию. К вам начнут обращаться люди, они вдруг начнут вас находить, они вам будут говорить, а где же вы были до сих пор. Вот вы увидите, так к вам будут обращаться. Прошу. Меня зовут Беня из Вены. Я хотел бы начать с самого начала, если мы посмотрим на картинку, вы в конце нарисовали Боре. Я хотел бы от всего мирового Кли поблагодарить Творца, что он нам, что он нам дает возможность проделывать всю эту работу. Давайте все вместе поблагодарим Творца за это. Второй на картинке была нарисована Тора. Тора для меня это Раф, зрячий, который проводит каждый день, днем и ночью свет сверху на нас. Давайте же встанем даже и поблагодарим нашего Рафа за всю эту работу, которую он нам... Вопрос еще будет, Раф. Поблагодарим все равно. Я знаю, он очень скромный. Нашего Рафа за все то, что для нас делает. Спасибо большое, Раф. Это моя обязанность. Я делаю то, что... Садитесь, садитесь, нельзя так. Не, 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 не. АПЛОДИСМЕНТЫ Я понимаю его чувства, он знает меня много, много лет, но... Я делаю свое... Своё дело, я обязан. Так что... Огромнейшее вам спасибо, что вы есть. Ну, это не я, это тоже... АПЛОДИСМЕНТЫ Не ко мне. Вопрос будет в следующем. Я был на садне здесь, в одной русскоговорящей группе, и там возникло вот такое вот предложение, как объединить Европу. То есть, ничего нового придумывать не нужно, как Европа и вообще существует, то, что есть европейское сообщество. Так и нам нужно из каждой европейской группы выбрать одного чувствительного, очень такого стремящегося человека, который бы представлял группу. И все они должны между собой соединяться и обсуждать в общем вопросы Европы, и приходить в группу, и говорить, какое же направление должна группа сейчас выбрать. И тогда вот эти мелкие неприятности в группе исчезнут, потому что будет забота о всём мировом клей. Можно ли это предложение ввести в практику? Это мой вопрос. Несомненно, когда люди занимаются не выяснением между собой всяких проблем, а чем-то большим внешним, то тогда им не до себя, и они развиваются. Конечно. Большое спасибо. И еще в-третьих, хотел бы, конечно, поблагодарить всех вас, что вы есть, что вы приезжаете дружно столько много лет и стараетесь выполнить всю эту работу. Спасибо за вашу всю поддержку и все за нас. Но за это можно поблагодарить. Я действительно очень рад видеть здесь многих наших товарищей, которые постоянно, всё время с нами приезжают на конгрессы. И мне приятно видеть, как они развиваются и как они движутся вперёд. Что у человека остаётся от жизни, в принципе, когда он заканчивает её? И неизвестно когда. Только лишь вот эти вот усилия, которые выше нашей этой жизни. Так что, в общем, вы можете сами себе завидовать. Прошу. Гуля, французская виртуальная группа. Действительно, интегральное воспитание – это злободневный вопрос. И всему миру нужны учителя с большой буквы. Мой вопрос – есть ли физические группы, которые дают вот это образование, интегральное воспитание? И в каких странах? Так, есть отчасти в Москве и в основном в Израиле. Пока больше нигде, насколько я знаю. Сейчас мы начинаем это развивать во всех странах. Я надеюсь, что скоро у нас будет возможность принимать людей. Вы сможете приехать к нам. Вы сможете увидеть, как это делается, как это работает. Вы сможете пожить у нас месяц-два, включиться в эту работу, научиться ей. И вы можете и сейчас это делать виртуально, но будет возможность и физически быть у нас и себя совершенствовать. Я считаю, что это, в принципе, будущее. Это будущее. Люди будут заниматься этим. Потому что мы сейчас входим в такое состояние, когда в общем и целом человеку нечем будет заниматься. Технология, все, что будет происходить в мире, будет идти к тому, что безработные, они останутся безработными. И к ним будут добавляться еще и еще безработные. И люди будут просто безработные. Это новый период в развитии человечества. Вот эти автоматы, потом эти фриди-принтеры и так далее. Это все заменят все. Вообще в мире столько новых технологий, которые вообще могут убрать совершенно любой человеческий труд. Да даже если не уберут несколько процентов населения Земли, достаточно для того, чтобы оттеть и прокормить нас и сделать все, что надо. А все остальные не будут работать физически и вообще на предприятиях. И не будет предприятий. Так что все, что сегодня банкротится, это банкротится по необходимости, потому что это все лишнее. И еще все лишнее упадет. Весь этот жир, лишнее производство, ненужное, когда мы производим вещи для того, чтобы они поскорее испортились и купили люди новые. Это все уйдет. И тогда действительно все будут безработными. И это будет нормально. Нормально. И тогда мы будем заниматься только тем, интегральным воспитанием и образованием. На скольких языках уже ведутся эти курсы? И на каких именно? На иврите и на русском. Так что материал есть. Надо его переводить, адаптировать и применять. Но русский язык это уже замечательно, потому что в Европе очень много детей, которые приехали сюда детьми и в принципе сейчас находятся на перипетии. Хотят выбрать специальность преподавателя, но не решаются, потому что в принципе статус преподавателя потерян. Именно учитель с большой буквы. Им не хватает именно вот этой добавки. Нет, это не для детей. Нет, для тех, кто сейчас выбирает именно стать учителем. Можно ли им предложить это? Нет, потому что это не профессия, которая зафиксирована в мистерстве образования. Нет, нет, как дополнение. Например, если я выбираю быть учителем математики, но я бы хотела действительно быть настоящим учителем. И вот эта добавка могла бы действительно дать вот этот импульс пойти. Дайте нам сначала все это оформить в интернете, все сделать правильно, по системе. И потом будем разговаривать дальше. Спасибо. Нам надо, товарищи, заканчивать. Сейчас мы с вами подготовимся к семинару. Маленький перерыв. Да? Здравствуйте. Окей, мы сейчас имеем небольшой перерыв.